вот как выглядят именно арабские цифры но это тоже арабские давайте объясню мои неивны с вами всем привет и сегодня с реакция на утопия шоу и ролик мифы которые мы верим тряста часть люблю эту рубрику погнали смотреть что же там с вами будет девочки руки на стол вы чё ты чё жень что ты робишь что за контент в этот раз я подобрал максимально разные странные забавные и даже опасные но начать хотел бы с того что перевернет ваш мир хорошо переворачиваемся опять говорят что лето кончать но это вот все это иногда бездевая купаюсь не в смысле вообще а на открытом воздухе но думаю что многие из вас этим летом успели произвести в крытых или открытых бассейнах и теперь логичный вопрос а знаете для чего нужна вот это противно пахнущая хлорка которую мы ощущаем каждый раз когда подходим к такой воде наверное это дезинфекция скорее всего не 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 прав дезинфицируют ну да и опять же логично что из-за нее у нас зудит нос и глаза похожи на красные помидоры да а если вдруг выяснится что хлорированный бассейн на самом деле не должен так пахнуть а все дело в моче чего да на хлор люди гонят зря он действительно защищает воду от бактерий только вот когда хлор соприкасается с мочой фекалиями грязью косметикой и потом происходит химическая реакция при которой появляется химическое соединение хлорамин то есть оно воняет хлоркой так вот как понять куда где писали больше всего капец это дичь как раз и ответственно за тот самый запах хлора за раздражение обалдеть извините конечно если вы плавали в басике и сильно чувствовали хлор то это не из-за того что он очень сильно чистый он пытался но люди вокруг просто ссали на правило в прямом смысле в массе смыслов я знаю как это работает тоже теперь буду их соблюдать ты чё реально мочился в бассейн не и как-то не главная рекомендация справлять жду и мыться до того как сходите в бассейн это да помыться чтобы помыться что-то философское поиграем в ассоциации когда мне говорят философия я непременно но мне кажется хотя бы в туалет сходить перед бассейном это было бы неплохо думаю о великих греческих мыслителях но если вам скажут греция о чем вы подумаете боги олимп гирос возможно да и разумеющие мифы многие из вас знают эту музыку и эти движения музыку знаю так традиционный народный танец греции а ну вот про танец не знал про музыку знал то наверняка на какой-нибудь экскурсии увидите похоже при к не был в греции поэтому национальных танцев у греции много но сертаки как бы вам объяснить этот танец действительно сборная солянка из других греческих танцев но в общем-то был выдуман какие его названия и выдуман не просто так а для финальных кадров фильма грек зорба который вышел в 1964 году и взял три оскара прикольно а всем фильм сделал этот танец народным фильм обалдеть как искусство как вот творчество меняет вообще историю а также написано специально для фильма я серьезно считал это музыкой под которую чуть ли не аристотель брейк отплясывал а оказалось это вообще современное произведение прикольно кто бы подумал да и даже с учетом того что это голливудская выдумка сертаки теперь визитная карточка греции получается если я придумаю танец то какая-нибудь страна может сказать о моё это удобно конечно но главное что вы теперь знаете реальное происхождение сертаки но что насчет происхождение вот этого волынка по шотландия и жать и как в юбках удобно на самом деле ходить мне кажется очень удобно как ходить в очень свободных шортах еще лучше ничего не жмет между ног классно какой-то свой шарм в волынке мне кажется если подойти к человеку на улице и спросить где изобрели волынку он ответит шотландия но у меня кажется это не так все такие но ассоциируется сразу с шотландией не знаю почему я бы тоже так ответил буквально пару недель назад ведь это действительно главный национальный инструмент шотландии только вот ответив так я бы облажался мы же придумали его где-то в другом месте древнейших музыкальных инструментов потому что рецепт очень прост все что вам нужно это кожаный мешок и трубка поэтому не было вариантов что такое изобретение появится только в одной стране откуда она реально появилась проследить сложно кто-то говорит о греках и египтянах кто-то говорит что упоминали ее в первом веке до нашей эры чуть позже обалдеть насколько древнее устройство сания такого инструмента это что касается письменных упоминаний которые на самом-то деле может и не имели ввиду то что мы сейчас называем волынкой а вот с реальными находками все сложнее мешок-то разлагается оставляя только трубки но когда нашлись изображения волынщиков все вопросы отпали оказалось что первые визуальные и письменные упоминания волынки в шотландии были намного позже в промежутке с 14 по 16 век а там до нашей эры попало вот это уже загадка главное тут одно этот инструмент в разных его проявлениях использовался чуть ли не всеми народами задолго до того как он видит он интересно конечно очень необычный шуме у этой страны есть и другие уникальные вещи например айрон брю и killed а вот келда сейчас окажется если нет на пиаде келт у нас не возникает других ассоциаций кроме как шотландии но мне кажется не келт использовали еще даже военные военные дрались вот армии какие-то вроде бы были не знаю спартанцы люди бы тоже в юбках были не я не ошибаюсь может ошибаться максимально правильно бесспорно что эволюционировал келд который мы сейчас знаем из одежды которую использовали шотландские горцы несколько веков назад но как одежды по сути это был плед который накидывали на себя но со временем они добавили пояс и плед визуально разделился на две части это называют great killed тепло свободно и ночью укрыться можно прикольно наверняка видели фильме храброе сердце с мелом гибсоном который вжился в роль настоящего рыцаря уильяма уоллеса проблема в том что упоминание килтов начинаются 16 века а уоллес умер в четырнадцатом даже теоретически он даже не мог использовать скорее всего они как и все другие носили туники но не зря этот фильм считают одним из самого ну ладно я думал на что в юбке юбки вообще носили мужчины и раньше исторически не точных ремейк храброе сердце сцена 1 дубль 1 и через много лет умираю своих постелях стоп костюмер да да чё на нем надето ну как вы и просили китель и волына дурак ну все неплохо пусть будет так пусть будет традиционный килт возможно был придуман вообще англичанином томасом роулинсом в районе 1722 пока что возможно не плане отландию основал свой завод и как пишут историки и очевидцы тех событий он сам или с помощниками просто отрезал верхнюю часть большого клюта для большего удобства и получился маленький килт который уже вошел в историю и никогда оттуда не уйдет конечно он не того факта что истина шотландский атрибут был придуман англичанином а поэтому началось разбирательство и выяснилось что в этой истории много мутной воды так сказать да многие действительно подтверждают что так все и было и это авторитетные источники но некоторые говорили что это все лишь полуправда и роулинсон мог просто популяризировать то что уже и так было тем более лично я думаю что если бы не он то кто-то бы это точно сделал ведь все что нужно было просто не пришивать верхнюю часть килта так кто же прав кто б знал кто то на оба мнения как всегда в описании кому верить уж ну прикольно это интересно я вам всегда это говорю интересно то что есть две точки зрения как-то тоже можешь сам решить как бы там ни было шотландия вообще факт интерес самой расцветкой килта это называют тартан и наверняка многие шотландцы думают что это их изобретение на самом же деле ткань похожая на тартан была найдена на некоторых мумифицированных телах обладаю да очень похожим содержание и они были сделаны задолго до нашей эры поэтому нет тоже мимо в итоге даже это не сделали его история с маленьким килтом козли че но мне кажется даже если правда мы не узнаем миф все равно был достаточно интересным как и следующий но для него мне нужна более интимная атмосфера что он будет такого в прошлом выпуске что-то страшно я вам рассказал я понял урок носорога покупали за десятки тысяч долларов и использовали как афродизиак настало время поговорить об этом более серьезно ведь проблема стоит не шуточная а может и не стоит но это тоже проблема если с этим возникали полки или же просто сделать так чтобы ночь была бурная и сил хватило так уж повелось что самые недоступные травы и продукты помогали людям решить столь пикантную задачу мне кажется это был эффект плацебо больше само внушение все дать тетки брата сказал что в общем то норм поэтому можно попробовать особое внимание было к еде похоже на половые органы например устрицы острое обжигающие чили должно было разжечь огонь не только во рту а любовные камни сделаны непонятно из чего покупают потому что продавцы клянуться что все будет в порядке и все эти природные спинки для повышения любви и возбуждения называются афродизиаками не потому что они из африки а в честь богини любви афродиты афродита звучит никогда бы не подумал вот на самом деле что никогда мне мысли не было хотя это так логично достойно но по одной из версий она появилась из морской пены после того как кронос отрезал гениталии своему отцу урану и бросил их в воду какое-то рождение какая милота афродизиаком но теперь самый главный вопрос если люди охотятся найдет чудо средства готовы потратить кучу денег то это работает да но не так как плацебо и кажется плацебо самовнушение опасный из сегодняшних взять к примеру один из самых доступных афродизиаков шоколад были проведены исследования и ученые пришли к выводу что в физиологическом плане ничего не поменялось сколько бы вы его не ели но не исключен эффект плацебо боже я думал думать что возбуждаетесь и такая история совершенно каждым средством которые везде рекламируют типа если люди в это верят то скорее всего это и сработает блин а сколько наша психология наша голова нас а любит обманывать просто ты придумал что там такая да пусть так и будет ладно типа он верит не показывал или незначительные результаты и вообще их отсутствие но в основном это психологическая история но вот почему вера в народную медицину может плохо закончится существует много опасных афродизиаков которые использовали уже много веков вас касательно среди них шпанская мушка только это никакая не мушка это жук из семейства жуков на руку и что-то такой же он и простой причины когда этот жук в опасности он выделяет секрет в котором содержится конторидин а это вещество настолько сильно раздражает ткань что там просто образуются волдыри и нарывы так как же эта дрянь стала афродизиаком спросите вы еще сроков назад были упоминания что порошок из этих жуков применялся как средство возбудитель подсыпал кому-нибудь и бах сильная эрекция только вот они наверняка не знали почему так происходит и что дело совсем не в возбуждении при приеме внутрь эта хрень раздражала слизистую могло даже начаться внутренние кровотечения обалдеть пытался вывести это привычным способом и воспалял мочевыводящие пути это называется приопизм когда у тебя там все распухло но возбуждение никак не относится больно стоит прикольно только вот часто только представляю насколько это больно это ну вообще вся эта мочи ребята чтобы никто из вас не столкнулся с проблемами мочеполовой системы ребята это смешно может звучит но поверьте если кто-то столкнется с реальность с реальными проблемами никому такого не пожалеешь это жутко это страшно когда вы не сможете просто сходить в туалет просто это это жутко это жутко кошмарно или это будет боль и это никому такого не желаю могло привести к смерти по сути это гуглится за три секунды но даже сейчас находятся люди которые покупают препараты на основе конторидина и нет они не умирают потому что они не работают конторидин и препараты на основе шпанской мушки запрещены в россии как минимум так как они могут убить человека в этом случае наверное даже хорошо что людям продают пустышку ну да в этом плане хоть хоть так есть и те кто пытается найти настоящие препараты с этим жуком помните это плохо ну и теперь вы знаете про этого жучка и лучше вообще не контактируйте с ним и не бейте рукой если он вдруг на вас сел так же люди наслушавшись древний байк использовали яд жаб для поднятия пиписки и очевидно тоже умирали ну да с таким же успехом можно свой дрын сунуть в улей напевая ты пчела я пчеловод не надо очень странный мед будет она реально работает ну ты можешь посмотреть на меня у меня нет правой ноги но я еще не закончил вот что пишут на сайте fda а согласно имеющимся в настоящее время данных лакарственных лекарственных для использования в качестве афродизиака не может быть признан безопасным и эффективным и тем не менее есть исследование что некоторые растения в отличие от тех которые все рекламируют действительно могут считаться афродизиаком например женщин который действительно помогал при эректильной дисфункции но все это было под наблюдением и нуждается в дополнительной проверке так что в будущем кто знает может что будет универсальное натуральное средство но пока что я бы на вашем месте не стал без рекомендации врача чем-то таким промышлять и то скорее всего он выпишет какой-нибудь проверенный препарат который улучшает приток крови фух выговорился а теперь включили блин есть реально нормальный медикаментозные средства и лучше все опять же врачи это это не то это не та штука с которой стоит шутить ребята свет а на будет сет спасибо а быстро я даже не знаю кого из вас благодарить с кем я вообще разговариваю все какого хрена светло стало раз уж мы затронули упал то давайте я вам расскажу очень обидную для определенных людей историю в мифологии есть титан атлант и вы наверняка его знаете он на своих могучих плечах держит земной шар этому посвящены сотни татуировок а в google запросах это первый вариант только вот нет он не держит землю это просто недопонимание скульпторов если отталкиваться от мифологии то зевс приговорил атланта стоять на земле и держать руками небесный свод небо то есть он небо держал а почему все начали рисовать землю все очень просто сюда и аж читал мы же давно смотрели даже то что не не смотрели еще или смотрели не знаю зависит от вышел ролик или нет держал жизнь небо точно до нашей эры атлант не ассоциировался с землей он держал небо и это прекрасно видно на этих изображениях еще его изображали как держащего что-то шарообразное но это небесные сферы а самая старая из сохранившийся статуй выглядит вот так и можно подумать что это земля но на самом деле это звездный глобус с созвездиями похоже на землю согласен но это только если не разобраться с этого все и началось но возможно другим скульпторам и художникам было вообще плевать и они начали штамповать прикол не где он держит землю но люди поверили даже мем сделали даже мем до мемов кстати хотя всегда можно придумать скрытый смысл двигаемся дальше очень опасный миф который голливуд уже которое десятилетия проталкивает в массы если человек тонет то вы обязательно об этом узнаете ведь он будет кричать о помощи и махать руками скорее всего нет помощь мне кажется часть всего это происходит непроизвольно ему что сами кажется тащить под воду все помогите помогите но на самом деле нет и возможно именно поэтому отдыхающие не замечают что кто-то рядом утонул инстинктивно паническая реакция заключается в том чтобы держаться на плаву и пытаться поймать немного воздуха и немногие могут это преодолеть чтобы закричать или кому-то рукой помахать конечно могут быть случаи когда кто-то будет кричать но все-таки часто это происходит быстро и тихо что подтверждают очень страшно очень страшно друг за другом следить они надеяться что вы услышите утопающего этим летом я читал о большом количестве случаев многие из утонувших дети и поэтому это очередной очень опасный миф блин но это все очень интересная информация и важно самом деле шо это математики ладно это был байт на эмоции надо учиться я вообще-то и не врал но интересует нас только цифры и как они выглядят их существовало много у разных народов арабская единица римская вавилонская единица ума и это когда арабскую римскую но основном мы с вами используем первые два варианта совсем редко все называют это арабскими цифрами но это что-то вроде заблуждения потому что вот как выглядят именно арабские цифры но это тоже арабские давайте объясню так сложно система числения попала в европу и распространилась да поэтому все подумали что там она и была придумана но на самом же деле первые версии были придуманы индийскими учеными задолго до этого вот может сейчас индианер такая ема мы придумали все своровали еще арабскими назвали оооо блин эволюцию скорее всего случилось с письменной системы брахми где единица шестерка и семерка в принципе напоминали привычные цифры и это в третьем веке до нашей эры затем из этого получилось письмо диванагари очень похоже уже двойка тройка и такая себе девятка но восьмерка страны забавно что привычная четверка у них почти всегда была пятеркой но со временем цифры обрастали новыми деталями и благодаря популяризации и доделыванию арабскими учеными считая в готовом виде попали в европу где уже конкретно обосновались хотя получается что все таки арабские страны в основном ответственные за эти цифры максимум можно назвать их индоарабскими в себе миф но интересно но вы узнали интересно а если бы 0 единицы не придарный код использовалась бы в компьютерах и другой технике вопрос странный зато подводка получается топовой если вы смотрите это видео то вы очевидно пользователи интернета свои предположить что у вас есть приложение установлены там вы открываете инстаграм пахнет тем что автор покушает это неплохо не подумали что можете работать в сфере в которой все это разрабатывать и вам для этого даже не обязательно но я рад на самом деле очень рад то что я вообще ничего не умею я очень рад что у него берут рекламу такие компании это классно это класс ребята ссылка на оригинал в описании приходите подписывайтесь на канал утопия шоу обязательно очень интересный выпуск был очень важный некоторыми мифами поэтому ребят будьте аккуратны и сидите за своими родными это очень важно особенно когда купаетесь вообще утонуть это очень страшно и подписывайтесь на мой канал если вам нравятся реакции и будучи приятно всем удачки всем пока пау